30 раз боевики обстреливали сегодня позиции ВСУ. В результате двое украинских бойцов получили ранения. А как выживают гражданские в прифронтовых зонах, узнаем от Олега Решетника. Авдеевка до сих пор одна из самых горячих точек в зоне АТО. Отсюда до оккупированного Донецка меньше 10 километров. Снаряды оттуда прилетают каждый день. Это утро у местного жителя Степана Андреевича началось с уборки. Его двор после ночных массированных обстрелов буквально усыпан осколками. Все грузит на лопату и выносит как можно дальше. После ни одного десятка бомбежек дом теперь напоминает руину. Но Степан Андреевич не переезжает. Некуда. Едва на улице потеплело, задумался о ремонте. Начать планируют с крыши. Вот эта комната, вторая комната, вот эти три комнаты полностью. Зафиксировать свежие прилеты во дворе Степана Андреевича приехали и представители миссии АБСЕ. Для тех, кто живет под постоянным огнем, обустроить подвал, где можно пересидеть бомбежку, теперь вопрос номер один. Кровать, обогреватель, в общем, все, что помогает выжить под землей. В обуви залазили, запрыгнули, полежать, погреться. А это поселок Зайцево. Отсюда до Горловки меньше 10 километров. Здесь тоже каждую ночь местным приходится выживать под обстрелами. Вот пролетела двора такая вот, вот тут шлепнула, видите, все развернуло мне крышу. Вот этот двор, заметаешь, а они тут валяются. Владимир Викторович называет свой двор музеем артиллерии. Рассказывает, сюда падало все, что только может. Хотя с сожалением говорит. Раньше и представить не мог, что в свои 75 в родном городе увидит настоящую войну. Дети хотят для нервовства захватить вот эту территорию. И вот оттуда стрелять начинают. То там, то там, то там. Ну, а уже украинцы наши, мы ответ даем так потихоньку. А на Луганском направлении боевики сегодня стреляли в беспилотника БСЕ. Мониторинговая миссия обратилась в совместный центр по контролю и координации, чтобы там разобрались с инцидентом. Олег Решетняк, Максим Чеблин и Владимир Малахов из Донецкой области. Подробности телеканал Интер.